Когда диджей Смэш организовывал эту группу, вели с вами какие-то разговоры, что, девчонки, будем ориентировать это исключительно на западную публику? Или это был совершенно случайный, удачный выстрел? Нет, ну, нет, была ориентация на Европу, то есть, сразу мы говорили о том, что не только в России будет наш проект популярен, но еще в Европе, потому что наш продюсер, во-первых, резидент клуба Мавида в Лондоне, и наша первая пластинка виниловая вышла в Лондоне, она разошлась вообще с сумасшедшим тиражом, очень быстро. Легко всегда представить ситуацию, когда продюсер это исключительно административная должность, и он дает вам карт-бланш, творите, я буду организовывать, обеспечивать и контролировать. А тут ситуация несколько необычная. Продюсеры есть творческая единица, которая сам рвется, не знаю, на сцену, петь, писать, выступать. Скажите, нет какого-то конфликта, может быть, вам хочется, там, не знаю, предложить свою музыку, свои стихи? Он нас создал, и все, он пишет нам песни, все остальное мы делаем сами. Он туда вообще не лезет. Он от нас зашел, говорит, надо там движений сориентировать. Что, говорит, за патриотический вид, а? Что за патриотический вид? Прекратите, что за глаза, слезящиеся, мама, мама, я люблю тебя. Прекратите, что за движения, я не знаю. Вы группа вообще нового поколения, вы что? Мы сели, тут же опять в репетиционном зале с Евой Орехом немножко поплакали, взглеснули. Он сказал, так, ты хочется, я тебе вообще питу сделаю вместо микрофона. А ты отолбанная нимфоманка, вон, вон, в задних три с тобой. А ты вообще диджей, пока не диджей. А ты барабаны бей. Ломай барабаны на сцене. В общем, там кого-то еще уволили после этого концерта «Поклонный гарет». 56 тысяч человек было вообще тоже все время. В каких-то моментах нелегко, но он всегда, в принципе, если ты что-то делаешь, да, то он за. Он сказал, пожалуйста, пишите песни и приносите. А насколько вы от него зависите в творческом плане? Поменяются у него планы, настроения, какие-то внутренние ориентиры? Вы можете легко остаться без работы. Понимаете, мы не боимся легко остаться без работы, потому что у нас, как бы, есть стремление. И есть, помимо прочего, еще с евреях образование. То есть, как бы, актерская, высшая. Мы актриса, и у нас очень много планов. То есть, она пишет книгу, рисует картины маслом. Я сочиняю песни сейчас три. Конечно, если диджей смеш приеду, скажет, больше я вам песни не напишу. Ну, мы не останемся без работы. Но мы не останемся. Да, мы уверены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА